Итак, ребята, очередной футбольный матч и сразу два защитника Спартака. Да, сейчас жертвовал я защитником Спартака, но... Ну, их жертвовал, в принципе. Да, ты прав. Изолированный Спартаковец на Д5. Ну вот очень скучные расстановки избрали тренера команд, я считаю. Ну ладно, внес Петя определенный сленг в наш футбольный матч. Не люблю, когда вот так такую схему, тактику трусливую выбирают тренера, футбольные стратегии. Ну, автобус, автобус, ребята, на доске автобус. Оба автобуса и... Оба автобуса. Да, и видна рука Жузе Мауриньо. Изолированный защитник на центре поля, это вот... Ну, зато я прошу обратить внимание, что Яш нам ничего не угрожает. Ну, не это же цель. Да, но это не открытый футбол. Понимаешь, футбол, он для болельщиков. Это открытый футбол, но вялый, вялый. Это не английская премьер-лига. Борьба не идет на каждом участке поля. Вы не футболисты. Борьба идет только центре и вяло. Все собираются. Да, знаешь, такой вяленький футбольчик-то, вяленький. Да, все вокруг защитника на Д5. Обратите внимание, ну, клонов развелось у Александра Бубнова. Мечом-мечом назвал. На Д5 мяч. На Д5 мяч? Так, что это за Рибериев один? Рибериев один. Рибериев просто устал и пошел в раздевалку, разуме не видно. Он, по-моему, у Яшина автограф пошел брать. Ну, тоже достойное решение. А молдаванские футболисты – это кто? Ну, молдаванские футболисты, судя по их решениям на поле, довольно квалифицированы. Качелан на И8. Ну, видна рука тренера. Да, молдавского тренера. Давайте наших всех футболистов тоже называть по именам. А не называть их крышчанами. Мы же за Россию играем. Ну, кстати, отличная идея. Да, ты помнишь имена всех членов сборной России? Ну да, но ферсия – это явно Широков или Кокорин. Почему? Ну, лучший игрок. Лучший игрок чего? Лучший игрок нашей группы. Нашей группы. Нашей футбольной сборной. Предлагаю размен болельщика ЦСКА. Не, ну, видишь, у нас Алеша и Вася на ДЕ1 просто звери. Да, следующий матч наших назовем нашим. Да, следующий матч мы будем называть нашим. Я согласен с Александром Бубновым, что очень спокойно и вяло развивается игра, и мне это не нравится. Я считаю, что перспективные футбольные команды не должны играть такой дебют. Какой дебют? Мне не нравится репертуар нашего тренера. Да, согласен. Что такое дебют? Поясните мне. Я отстал от последних тенденций в футболе. Ну, вот такая расстановка, мне кажется, что такие высококлассные. Не подходят стилю этого тренера. В общем, играйте. Этим ходом нужно обязательно жертвовать болельщика ЦСКА на Е5. В общем... В защите четырех болельщиков ЦСКА. Тем временем у нашей сборни появился реальный шанс заполучить... Да, на центр-центр. ...лишнего Спартаковца. Лишнего Спартаковца. Мне кажется, даром никому не нужен. Вырубают Спартаковца. И все, в меньшинстве. Красная карточка. Двухминутное удаление у нас смешанное с портом. Редка. Создана ловушка с ударом. Это Криштианом? Ударом Робана на H3. Ударом Робана на H3. Главный, главный игрок Молдаван. К сожалению, мы не знаем его фамилии. Протокол матч нам не принесли. Ну, зная Молдавана, это не удивительно. Да, как-то у нас довольно удачная жеребьевка. До этого были сборные Германии. Сейчас, ну, как бы... Либия. Уступает в классе команда. Тем не менее... Криштиана незаметно подбирается и нападает на Кашчелана. На кого? На Кашчелана. Чересчур не заметит. Хорошо, предложите размен Роналду на А4. Размен. И вот-вот, Кашчелан нападает на Березуцкого. Березуцкий ушел. Все, вздвою взбирать. Березуцкий. Батарея. Да, Криштиана. Опять все заканчивается рукой флага. Неправда. Да, просто фиксируем счет. Время матча подходит к концу. Наши идут. Куда наши? Да, наши стоят. И мне не нравится, что наши так долго стоят. Перепасовка, предпасовка. Наши вишни Березуцкого. Опа. Да, вот этот Березуцкий по третьей очень активен. Нужно подтягивать второго Березуцкого. И пошла, пошла рубка. Опасный удар. Удар. Размен. Видишь? Роналдо, Роналдо, что творит? Роналдо, уходи. Блин. Мы потеряли сто лямов, брат. Ах. Неутомимый молдаванин. Один остался. И, и. Победа. Да. Ну, я считаю, это разгром. Да, ребята. Вот это мы увидели. Это был Даниконин лучший матч. Вот это концовка. Давайте всех насчет.